МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корпорация «Казахмыс» – ведущая компания по добыче и переработке природных ресурсов, крупнейший производитель меди в Казахстане. В составе компании – 10 рудников, 5 горнообогатительных фабрик, 2 медиплавильных завода и 2 угольных разреза. «Казахмыс» управляет производственными объектами, ведущими добычу руды и ее переработку в товарный металл. Корпорация располагает внутренними электростанциями, которые обеспечивают предприятия и регионы электроэнергией. Общая численность сотрудников корпорации составляет около 45 тысяч человек. Экономическая ситуация В начале 2015 года сложные экономические условия, связанные прежде всего с резким падением на рынке стоимости меди, вынудили руководство компании объявить об оптимизации производственных процессов на всех производственных площадках компании. По итогам международных торгов 30 января 2015 года, цена на медь с начала 2014 года упала на 27,5%, снизившись с отметки в 7 439 долларов США до 5 360, упав таким образом на 2000 пунктов. Снижение стоимости металлов на мировом рынке не прекратилось и в 2015 году. Руководство компании постаралось даже в столь суровых экономических условиях подойти к процессу оптимизации таким образом, чтобы режим экономии по минимуму отразился на сотрудниках компании. Вынужденная оптимизация производственных процессов не коснулась трудовых коллективов. Высвободившийся в результате оптимизации персонал был отправлен на более легкие работы. Массовых сокращений не произошло. Горно-производственный комплекс По итогам 2015 года производственные показатели выполнены в полном объеме. Так, план по добыче руды перевыполнен на 153 тысячи тонн. Всего в 2015 году подразделениями Казахмыса было добыто 27 миллионов 874 тысячи тонн руды. В этом году в результате разделения нам удалось скоординировать свои действия, сконцентрировать силы и даже перевыполнить план по добыче руды. Что касается планов на 2016 год, добыча руды останется примерно на том же уровне. Мы планируем небольшое увеличение в пределах 3%. В планах горняков на этот год – горнопроходческие работы по подготовке подземной добычи на месторождении Абырс, проходка ствола и горнопроходческие работы на месторождении Космурон. На руднике Нурказган в 2016 году запланирована сдача второй главной вентиляционной установки и воздухоподающего клетевого ствола. Впереди – проектирование нового рудника. В планах также восстановление Белоусовского рудника в Восточном Казахстане. Там будет проведен демонтаж, изготовление и монтаж оборудования, ремонтно-восстановительные работы и прием работников. В этом же году запланирован запуск Белоусовского рудника. С января 2016 года компанией начата реализация проекта «Развитие Жесказганского региона». Его цель – поддержание Жесказганского месторождения. Реализация проекта предусмотрена до конца 2021 года. На 2016 год запланированы перенос поверхностных объектов за зону влияния горных работ и строительство третьего вентиляционного ствола рудника «Жомарт». Обогатительно-производственный комплекс. За счет сверхпланового объема добычи и повышенного содержания меди в руде выпуск меди в концентрате из рудного сырья в 2015 году перевыполнен на 2000 тонн, что с обеспечением планового уровня извлечения положительно отразилось на выпуске катодной меди из собственного сырья. В следствии снижения планового содержания серебра в 2015 году рудниками Жесказганского региона допущено незначительное отклонение по выпуску серебра в концентрате из рудного сырья, повлекшее невыполнение плана по выпуску серебра в слитках на 5%. Между тем, «Казахмыс» является одним из крупнейших производителей серебра в мире. Всего в прошлом году компании выпущено 314 тонн аффинированного серебра. План по выпуску золота в концентрате в 2015 году перевыполнен на 497 килограммов за счет вышепланового содержания золота в рудах «Саяка», «Шатырколя» и медно-цинковой руды «Акбастау». Всего в прошлом году из собственной руды было произведено 3323 килограмма золота в слитках. На производственных площадках «Казахмыса» работают пять обогатительных фабрик. В 2016 году продолжится модернизация этих объектов с целью снижения убытков и потерь металлосодержащего сырья, меди, серебра и золота. На фабриках реализуются проекты по модернизации весового оборудования и инструментальной системы аналитического контроля. В разгаре и проекты по техническому перевооружению и автоматизации технологических процессов Жизказганской обогатительной фабрики. На 2016 год запланирована реализация второй очереди, второго этапа модернизации весового оборудования на Балхарских, Нурказганских, Караглинских и Жизканских фабриках. Кроме того, на Жизканской фабрике планируется установка флотационной машины МФКПМ-25 производства Карагандийского литейно-механического завода на седьмой секции флотации в Жизканских фабриках. Также запланировано проведение научно-исследовательских работ и разработка технологического регламента по переработке руд в смеси северного, восточного и южного Жизканских рудников и месторождения Джумарт. Закуп и установка высокочастотных грохотов в Дерик в части реализации проекта оптимизации технологических процессов в Жизканских фабриках в 2016 году будут проведены строительно-монтажные работы. Металлургия В 2015 году корпорация «Казахмыс» произвела 221 тысячу тонн меди в катодном эквиваленте. Этот показатель превысил годовой план на 6000 тонн. Среднее содержание меди в руде по итогам года составило 0,88%. Это выше среднего содержания меди в 2014 году и выше запланированного. Всего в 2015 году подразделениями «Казахмыса» переработан 31 миллион тонн руды. В 2016 году корпорация планирует произвести чуть более 221 тысячи тонн меди в катодном эквиваленте. Один из главных проектов металлургов – строительство опытного завода гидрометаллургической переработки медных концентратов. На внедрение гидрометаллургии будет потрачено более 31 миллиона долларов. По корпорации «Казахмыс» планируется внедрение гидрометаллургического способа переработки медных концентратов. Работа будет производиться в нескольких этапах. В настоящее время строительство планируется опытного гидрометаллургического завода производительностью 32 тысячи тонн в год. С целью данного проекта является наработка технологических параметров для последующего внедрения проекта по строительству большого гидрометаллургического завода. Сроки внедрения проекта составляют с февраля 2014 года по марта 2017 года. Затраты на внедрение данного проекта составляют порядка 32 миллионов долларов. Промышленная безопасность и охрана труда Одной из главных задач всех работников корпорации на сегодня является безопасность труда и соблюдение техники безопасности на местах. В корпорации действует стратегия в области промышленной безопасности и охраны труда на 2013-2017 годы. Достижение нулевого уровня несчастных случаев со смертельным исходом, снижение травматизма и количество профессиональных заболеваний до уровня лучших мировых компаний отрасли за счет формирования действенной системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на всех уровнях промышленного производства и воспитания у работников культуры. В соответствии с целями стратегии по безопасности Казахмыс общий травматизм по итогам 12 месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2012 года снижен на 21%, смертельный травматизм на 27%. Несмотря на данные показатели, поставленные цели выполнены не в полном объеме. Анализ производственного травматизма показал, что в 2015 году основными видами происшествий по-прежнему остаются падение горной массы, падение работников, воздействие движущихся и вращающихся предметов и деталей, падение работников с высоты, поражение электрическим током. Среди общего количества пострадавших – 21 инженерно-технический работник. В компании разработана система наказаний и поощрений в сфере выполнения всех норм и требований по технике безопасности. Впервые при подведении итогов более 77 миллионов тенге было выделено на премирование сотрудников, не допускавших в 2015 году нарушений требований техники безопасности и норм охраны труда. Церемония награждения подразделений корпорации, отличившихся в деле обеспечения безопасности труда на производстве, прошла в городе Сатпаев. Руководство компании при выборе номинантов учитывало и роль руководителей крупных предприятий, и вклад в общее дело совсем небольших коллективов. Так, победителем в номинации «Лучший рудник» стал рудник «Кусмурун Акбастау». А лучшей обогатительной фабрикой была признана фабрика «Нурказгана». Всего в 2015 году без травм отработали 22 предприятия «Казахмыса». В прошлом году в корпорации стартовал проект по организации телекоммуникационной структуры на рудниках производственного объединения «Жисказган Цветмет». Цель проекта – улучшение условий безопасности труда персонала за счет оповещения по каналам радиосвязи об аварийных ситуациях, развертывании систем зонирования, систем сближения техники с персоналом, капитальные вложения по проекту составляют 12,9 миллионов долларов. На 2016 год запланированы заключения договора по проектным работам и строительно-монтажные работы. Оплата труда Уровень заработной платы на предприятиях нашей компании является лидирующим в отрасли. По итогам 2015 года средняя заработная плата составляет 177 тысяч тенге. При этом в сравнении с 2014 годом произошло возрастание на 2,3%. Анализ изменения численности показывает ее снижение в 2015 году до 39 тысяч 57 человек в сравнении с 41 тысячи 531 человеком в 2014 году. Изменения происходят за счет проводимой руководством компании работы по выводу в аутсорсинг непрофильных активов, а также передачи социальных объектов в коммунальную и частную собственность. За успешное выполнение производственной программы в целом по корпорации «Казахмыс» в целях повышения материальной заинтересованности персонала в своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей для повышения эффективности работы и улучшения ее качества руководством нашей компании было принято решение выплатить премию по итогам работы за 2015 год в размере оклада. С января 2016 года в связи со значительным увеличением стоимости потребительской корзины в Казахстане произведено увеличение заработной платы всем работникам компании в одинаковой сумме – 20 тысяч тенге. Такое решение было принято после всестороннего анализа ситуации на мировом рынке металлов, цен на потребительском рынке и уровня заработной платы на предприятиях отрасли и в регионе, потому как рост цен влияет на платежеспособность в равной мере каждого. Благодаря этой работе мы имеем возможность растить и воспитывать детей и внуков, заботиться о здоровье. Инвестиции В 2015 году инвестиции были направлены на поддержание действующего производства, сферу энергетики, крупные ремонты зданий, замену оборудования Балхашского медиплавильного завода, развитие рудной базы и реконструкцию производства. В 2016 году объем планируемого освоения инвестиций по Карагандинской области ожидается в размере 57,9 миллиардов тенге. В том числе на Карагандинский регион направлено 22,8 миллиарда тенге, на Жасказганский регион 24,2 миллиарда тенге, на Балхашский регион 10,9 миллиарда тенге. Сегодня, несмотря на кризисные явления мировой экономики, падение цены на медь, корпорация «Казахмус» сохранила свой торговый коллектив, повысила заработную плату своим работникам, продолжает выполнять стабильно план по всем производственным показателям. Понимая, что социально-экономическое положение в регионах, где присутствует корпорация «Казахмус», является одним из элементов стабильности нашей страны. Казахмус «Казахмус» Казахмус «Казахмус» Казахмус «Казахмус» Субтитры создавал DimaTorzok